Приветствую вас, и по отверстиям я хотел бы начать вот с такого небольшого вопроса к вам. Откуда у вас взялась установка, что вашему сыну нужна, например, бабочка обязательно, и откуда у вас взялась установка, что вашему сыну обязательно нужен отец? У вас в принципе две такие противоречивые, получается, позиции. Первая позиция заключается в том, что есть свекровь и мать. Свекровь вас не влюбила, а мать просто выехала замуж и уехала. И, с другой стороны, у вас есть муж, который вас любит. Правда, правда, как-то вот не очень понятно, любите ли вы его. Но тем не менее, у вас есть муж, значит, который любит вас, но которого любите или не любите вы. И вы, с одной стороны, говорите о том, что у вас все хорошо с мужем, но вот есть свекровь. И свекровь, она не любит вас и не любит вашего сына. И вы почему-то решили для себя, что сыну вашему, вообще-то говоря, нужна бабочка, сыну вашему, сыну вашему нужна общение с бабочкой и так далее. И вот, если честно, если честно, вот как раз данная установка, откуда она у вас взялась? Вот это вот я хотел бы очень, очень узнать. Откуда взялась ваша установка, что сыну обязательно нужна бабочка? Ну, можно же, в принципе, довольно-таки легко предположить, что, в принципе, бабочка вашему сыну не нужна, если она не хочет, например, с ним как-то быть, если она не хочет как-то с ним взаимодействовать, да? Ее же не доставить в машине это делать. Ну, я думаю, нет. И, соответственно, не очень понятно, почему вы хотите, чтобы у вашего сына была бабушка. Это какие-то вот некие такие установки, которые у вас имеются, и самое, что здесь такое вот скверно, это то, что вы обещаете подобно за своего сына сами. Это не есть правильно, не есть хорошо. Без бабочки сыну будет нормально. То есть главное, чтобы у него были вы, родители. Без бабочки, он, в принципе, перечислить может спокойно с его счетами. Это первое. Второе. По какой причине, по какой причине вы ставите в зависимость, в связь бабочку и своего мужа? То есть, смотрите, вы как бы говорите, что вот есть, значит, секрет, который они любят вашего сына. И из-за этого вы должны лишить своего сына отца, который хотели расти с мужем. Только потому, что его мать, мать мужа, любит вашего сына. И как-то тут непонятно, почему отец, то есть ваш муж должен терять своего сына только потому, что его мать, чтобы ваша свою кровь его не любит. Вот я хотел бы, чтобы вы этот момент для себя определили, то есть как вы вообще воспринимаетесь ответственность. Именно ответственность. Почему она у вас распределяется именно вот так? Таким образом. С чем она связана? Как вы ее выбираете? Как вы ее осматриваете для себя? Ибо на данный момент это не очень ясно. Да-да, отец. Ну, объективно, объективно. Отца сменить может любой мужчина, который хорошо бы относился к мальчику. Любой мужчина вообще. И здесь у вас опять же установка, что у сына, у вашего сына обязательно должен быть отец. Отец ему конечно нужен, но ему нужен мужчина. А мужчина это не всегда отец. Вот вы стараетесь данный аспект для себя понять. И вы, оставляя своего сына с отцом, которых, по вашему мнению, это мнение еще нужно уточнять, но пока, по вашему мнению, является не надлежащим. Родителям для него, вы своему сыну только вредите. Тем, что вы считаете, что отца заменить никто не сможет. И здесь я боюсь, проблема в том, что вы недостаточно сильно любите себя. Здесь проблема, я боюсь, в том, что вы недостаточно ценностно относитесь к себе. И здесь, я полагаю, проблема заключается в том, что вам нужно, вот именно нужно, чтобы вас как-то вот свекровь, например, любила вам. Именно нужно, чтобы у сына два бабочка. И не очень только понятно, зачем. Зачем это все нутно? Откуда у вас это все в этой установке? Вот о природе этих установок я рекомендую вам подумать, как следует, и видеть их еще раз. Стоят ли они, вообще-то говоря, того, чтобы за них так сын держать? Вот. Вот старайтесь, пожалуйста, себе на этот вопрос ответить. Самое что, пока я видел только то, что вы сам себя очень сильно ограничиваете тем, что живете с такими установками, они вам мешают, они вам не дают жить адекватно, они вам не дают получать удовольствие от супружеской жизни, или, как следствие, вредят вашему сыну, что является недопустимым и неприемлемым. Вот. Честно говоря, Ваш вопрос, значит, вы спрашиваете, да, помогите. Ваш вопрос упирается в том, в то, какую именно помощь вы хотите от нас получить, то есть помочь вам в чём-чём. Можно попробовать выстроить отношения с душевкой со свекровью. Вот. Для этого нужно понять, почему она вас не любила, и постараться выработать модель поведения. Можно вам помочь обходиться без свекрови, и перестать завидывать, например, дочери свекрови и её детям, детям и дочери свекрови, а своему ребёнку давать все, что вы можете. Все, что вы можете мужу дать. И можно, наконец, помочь вам устраивать другие отношения с мужчиной. Для этого нужно, чтобы вы перестали думать, что одного отца ребёнку никто не заменит. Это заблуждение. То есть вот помочь вам можно освободиться от заблуждений. Это вот то, что мы можем, мы психологи, реально можем для вас сделать. Хотите вы этого или нет, это уже ваш выбор, ваше право, но мы помочь вам можем. Именно так. И тем самым откроем вам путь к счастью, отгромим вам путь к свободе и к тем отношениям, в которых вы были бы счастливы. Но для этого представления о счастье нужно немножечко у вас привести в такую вот более адекватную, более приемную, более личностную модель, форму. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!